Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я буду готовить на несколько дней. Спасибо огромное, что вы поддержали эту рубрику на моем канале. Мне это очень приятно. Начну я с приготовления первого блюда. У меня будет суп-горох. Сейчас я буду делать обжарку, то есть обжаривать морковку с луком. И параллельно поставлю запекаться мясо в духовку. Я его делаю в прорези и нашпиговываю чесноком. Потом сверху буду обмазывать горчицей. Вот такой вариант очень получается. Знаете, такое прям вкусное-вкусное мясо и куриная грудка. Если приготовить подобным образом, можно не нашпиговывать чесноком. Но с чесноком меня любит муж, поэтому я делаю именно так. Вообще, я хочу заранее извиниться перед вами за грязную плиту. Собиралась помыть ее с утра, но так получилось, что мне с моей старшей собачкой, лабрадорихой, в общем, я метнулась к ветеринару. У нее заболело ухо, и, видимо, очень сильно у нас оказался отит одного ушка. В общем, поэтому ничего не успела. Сейчас вот готовлю. Я отправляю в духовку где-то на час в фольге. Вот так вот потом я раскрываю, и до румяной корочки еще, может быть, минут 10-20, вот, при температуре 180 градусов. Вот у меня сварился бульон. Варю я его на косточках. Это куриная грудка и копченая косточка. У меня свининка копченая, коптили мы сами. Горох я отвариваю всегда отдельно, потом его сливаю и потом уже добавляю в бульон. Он у меня еще проваривается. Вот параллельно как раз обжарка. И сейчас подготавливаю картошку к супчику нашему. Вот, в общем, с утра я вернусь к теме. Хотела помыть плиту, вообще помыть кухню, и потом уже заняться приготовлением. Но обстоятельства сложились по-другому. Вообще я что-то другое, по-моему, хотела приготовить. Ну, как-то я вот так разнервничалась. Просто увидела, что собака расчесывает ухо, как-то трясет. И, в общем, стала трогать ей ухо, и ей стало больно. Вот, и, в общем, я что-то так перепугалась, распереживалась. И, в общем, уже день весь, знаете, пошел на смарку. В общем, позвонила ветеринару, спросила. Она говорит, приезжайте. В общем, срочно приехали. И еще буду делать индейку. Здесь я кусочек откладываю для своих хвостатых. Нарежу потом собачкам тоже по кусочку даю. Это хвостатым котам у меня. Я ее буду просто мелко нарезать и тушить в сливках. У меня как раз сливки 20% петмол. Если бы не было сливок, я бы взяла просто сметану, немножко развела бы ее водичкой, и все. Соответственно, еще к индейке добавлю специи, немножко перчика, соли. Все это буду обжаривать. Потом буду добавлять еще туда лук, вот как раз который на белой доске у меня лежит. Я его заранее, скажем так, подготовила. Я вот тут делюсь кусочками, как вы видите, своих хвостатых, конечно. Тем более для Боны моей поездка в ветеринару. Это просто огромнейший стресс. Она потом реально весь день отходит. Ну, я вместе с ней, в общем, два психа поехали к ветеринару, как всегда. Это я котам нарезаю маленькие. Три кота. Соответственно, им нарезаю. Вот Джуси. Бона у меня тут. В общем, все. Каспер, конечно же, пришел за индейкой тоже ему. Ну, сейчас кусочек дала, потом уже на тарелочке. То, что остатки ему обязательно дам. Гунички немножко и леофан. Видите, у меня охрана какая, девочки. Мне вообще не скучно готовить. Вот так вот. Так всегда, кстати. Но вот коты, они так обычно приходят, посмотрят, что-то вкусненько поедят и уйдут. Снимаю вот эту пенку, которая при варке самого гороха, да, у меня образовалась. У меня, кстати, были еще остатки куриного бульона. Я вот сюда отдалила, чтобы у меня полная кастрюля супа была, потому что, ну, мне нужна полная, вот, чтобы у меня уже всех кормить обедом, и мужа, и детей, и, в общем, и сама тоже. Хотя я горох не очень сильно люблю. Вот параллельно обжариваю уже индейку, а в духовке готовится мясо. Вообще быстро, вкусно и просто, на мой взгляд. На гарнир у меня будут макароны, потому что вот такой индейке сливках очень вкусно макароны или рис, но вот мои захотели макарошки, поэтому я обязательно сварю. Добавляю картофель сюда, немножко проварится картофель, лавровый листочек еще, и потом буду уже заправлять, то есть добавлять специи. Как таковых специй сюда не нужно, потому что на копченой косточке я готовлю, и она сама по себе такая у нас остренькая, муж ее со специями делает, поэтому суп получается такой ароматный, немножко такой даже островатый, я бы так сказала. Вот у меня обжарилась индейка, добавляю сюда лук, снова все это обжариваю, и потом уже буду заливать сливками индейку, как я уже сказала, да, я ее перед тем, как жарить, немножко посолила и добавила немножко специй. Вот, в принципе, все, в общем, все это обжаривается, в общем, одновременно все делаю. Вот заправляю, добавляю также куркуму сюда, несмотря на то, что сам по себе такой супчик желуденький, просто куркума придает такой аромат вот первым блюдам, и не только первым, вот мне очень нравится, я раньше не использовала эту специю, если вы тоже не использовали, обязательно попробуйте, очень вкусно. Чуть-чуть еще немножко перчика добавляю, и это у меня сухой укроп, я его всегда в первое блюдо, и вообще везде его добавляю. Солю, у меня еще это все проварится, потом я попробую, все, и на соль, да, на соль, на специи все, и уже выключу, то есть он у меня уже практически готов. Вот, а теперь занимаемся нашей индейкой, заливаю просто вот так вот сливки, то есть я убавляю огонь и сливки, немножко специй, у меня здесь травки итальянские, да, по-моему, вот, и добавляю сюда у меня такой перец морской солью в такой вот мельничке, вот, и все это оставляю, еще все это у меня потушится, то есть получается, ну, в сливках вот очень вкусно, можно вместо индейки, например, куриную грудку, ну, вообще любое мясо, мне кажется, в сливках получается очень-очень вкусно, вот, и супчик вот как раз уже он у меня полностью готов, я пробую, и еще буду добавлять немножко соли сюда, мне показалось, что недостаточно, вот, но у меня так всегда, я лучше не досолю, чем пересолю, в конце концов, мои мужчины потом, если что, добавляют себе соль, соль всегда есть на столе, вот, и, ну, и все, суп готов, и теперь буду делать салатик, который мы съедим сегодня вечером, помидоры и огурцы, это у меня уже покупные, я уже закрыла свой парник, уже там все прибрала, уже все, то есть у меня уже в огороде ничего не растет, и редиск уже, то есть все-все-все у меня уже закончилось, поэтому теперь буду покупать, соответственно, помидоры и огурцы, вот эти желтые, кстати, помидоры, я вообще что-то их не поняла, если честно, хотя вот не первый раз уже покупаю, но они, то есть красные вкуснее, чем вот эти желтые, они какие-то, ну, может, недоспелые, я не знаю, но они вообще как никакого вкуса нет, как, не знаю, моченый картон какой-то ешь, честное слово, и вот этот красный лучок, он такой не остренький, но очень вкусный, хрустящий, немножечко добавляю, заправляю сметанкой, добавляю соль, и вот такой вот салатик у меня очень любят дети, вот, чтобы было заправлено сметаной, я лично больше люблю, когда много всякой травы, и заправлено каким-нибудь маслом, не оливковым, каким-нибудь таким ароматным маслом, вот что я наготовила, суп-горох у меня получился, но он у меня такой не сильно-сильно густой, но такой наваристый, хороший, хороший, вкусный, моим, по крайней мере, очень нравится, и картофель я не расталкиваю, потому что, ну, моим так не нравится, вот, сварила спагетти, да, правильно их назвать вот эти, вот, сварила немного, потом, если что, к мясу, может быть, картошку отварю на следующий день, здесь вот как раз моя индейка, получается вот с макаронами, вот именно с макаронами, вот просто обалденно вкусно, вот, и немножечко вот этот, когда остывает, сливки так, ну, загустевают, и получается вообще идеально, и салатик, это мы сейчас будем ужинать, потому что мясо у меня еще не успело подойти, пока я тут все это делала, вот, мясо покажу вам чуть позже, вот такое мясо получилось, то есть я его раскрываю, видите, он такой, чтобы корочка была румяненькая, горчица придает такой, суп у меня уже практически остыл, буду его сейчас убирать в холодильник, горчица придает такой, ну, остроту и мягкость мясу, очень, я люблю вот в горчице так делать, сейчас уберу в холодильник, просто закрою этой же фольгой, когда вот остынет мясо, и вот так вот не буду никуда перекладывать уже, так вот и уберу в холодильник, и это уже будет нам на завтра, хотя осталась еще индейка, поэтому, может быть, даже дня на три нам хватит, ну, супчика так точно дня на три, а мяса, да тоже хватит. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, всех люблю, целую, и до новых встреч!